всем привет ребят ну что мы сегодня поговорим про новый режим на тайваньском форуме пока загружал обнову выложили информацию потестировал талантного это же вам показал в общем есть информация на тайваньском форуме по поводу обновления новой локации все-таки она будет временная то есть это не вечный фан как мы ожидали раз в две недели она будет а где там тайваньский форум сейчас я открою рабочий стол вот так вот что у нас интересного есть первое режим будет на следующей неделе для android серверов запущен то есть он еще не активный новое событие альянса называется еще for которая представить собой совершенно новый завоевательный геймплей завоевательные завоевательные какая нафиг разница все равно игра убита игроки используют главный город альянса в качестве места рождения и занимают землю со своими союзниками занимает город и получает больше ресурсов и преимуществ если захватить герой другого ли герой говорю город другого альянса в конце концов захватил имперский город центре карты стал сильными в сезоне и получил единственную награду им имперского города то есть о чем это говорит режим будет по ходу плана все-таки не дауна вопрос какие будут браться прокачки прокачки ваших героев или будут стандартные для всех поехали дальше время сезона является сезонной системой весь сезон длится делится на три этапа этап регистрации соревнований этап прохождения стадия регистрации в течение 72 часов после начала ну возможно скорее всего он будет раз в две недели точнее два раза в месяц а может и нет то есть по сути фан ограниченный будет не такой как как в этом не дауне там по-моему если я не ошибаюсь то можно было все время фармить так стадии регистрации 72 часа то есть трое суток игроки альянса могут зарегистрироваться для участия в мероприятии стадия участие 14 дней на протяжении 14 дней вы можете участвовать условия лидеры альянса должны зарегистрироваться количество участников альянса должно быть не менее 5 то есть ну альянс насколько я понял это гильдия от 5 человек можно делать регистрацию после регистрации может можно выбрать 30 героев для участия в мероприятии и не можно будет изменить после начала сезона в этом событии вступают силы все содержание атрибутов героя вот это то о чем я говорил что новый режим больше будет для донатов то есть пись коммерства скажем так в основном будет среди донатных гильдий потому что в судя по этому описанию вот третьему вступает силу все содержание атрибутов героя скорее всего что будут ну как обычно тащить донатный я не знаю сколько будет там альянсов если будет для всего сервера ну вот принципе понимаете что там мелкие гильдии они нихрена сделать толком не смогут правило соответствия совпадает соответствующей боевой мощью гильдии и активностью игрока что это означает скорее всего будет подбор по силе то есть сильно подбор по силе в принципе я думаю вы понимаете что какой-то у нас третий пункт подбор будет по силе в гильдии может быть много мелких и там два-три топа я не знаю как сама реализация будет системы но если pvp брать то будут тащить опять же донаты правило соответствия есть на пятом пункте у нас на инфляционной карте ресурса два ресурса еда и родниковая вода которая используется для восстановления физической силы героя так снаружи на карту богатство ресурсов становится все выше и выше поэтому занятие центральной области имеет большие преимущества есть надо бежать в центр и там фигачить так информация городе каждый альянс соответствует городу рождения и система случайным образом разместить его самой внешней области карты ну это то же самое что в недавно вы будете все размещены по краям в то же время на карте есть много малых и больших городов если после битвы прочность города уменьшается до 0 он может быть занят занятие города может увеличить лимит ресурсов и игрока ну то есть надо будет бегать и фигачить всех после смены владельца города или участка время освобождения сработает вы не сможете атаковать ну то есть защитный режим вы не можете дождаться окончания времени освободиться прежде чем сможете атаковать ну в общем по кулдауну будем захватывать в центре карты есть только один имперский город это последнее поле битвы после захвата имперского города точки имперского города будет генерироваться в единицах часов 1 альянс получит награды имперского города только для игроков зарестрированных в лиге бои по умолчанию каждый герой имеет три войска ну в принципе как не дауне каждая армия может сыграть собрать только 6 героев оставшихся героев можно повернуть в бой битва эта битва на колесе 11 этому событию был добавлен характерный для героя атрибут первого стамина это изначально верхний предел 100 это количество энергии скажем так экспедиция сражения марш и защита будет обращать физическую силу героя а восстанавливать ее скорее всего мы будем чисто за гем и за донат физическая сила героя влияет на здоровье героя атаковать после вступления в бой чем ниже физическая сила тем больше ослабляется способности героя только когда вас войска окажутся вашем собственном городе вы сможете восстановить но не знаю каким ну каким образом но посмотрим войска игрока стартовая только из города приближающей территории должны быть смежными с оккупированными территориями для марша маршу требуется фактическое время для продвижения войск продажи зависит зависит от пройденного расстояния в общем что я могу сказать следуйте рекомендациям вопросники чтобы улучшить скрытую устойчивость длица прорыва чтобы целесы пвп короче мнение по поводу нового режима да возможно это интересно но если это слизана и наподобие не дауна сразу говорю что это говно почему потому что во первых берутся статы полностью все ваших героев то есть соответственно чем больше вы задонатили тем круче вас прокачка тем больше вы добьетесь подбор по силе но мы давным-давно знаем что такое подбор у айджи по силе как определяются напарники там соперники это печально ждали эту обнову ну не знаю честно скажу я ждал что изменит какие-то баги что-то они добавляют новую локацию которая судя по всему из-за бага я надеюсь может они что-то и убрали из-за героем некоторых которых нереально убить на сегодня да из-за прокачек ну это это реально втык айджи вы нифига не сможете сделать в этом режиме потому что неизвестно конечно пока каким образом будет реализирована пвп система но судя по атаке фортов по битве гильдии можно сказать что эта локация уйдет в топку точно также какие те локации которых я сказал до задумка классная вроде и классно но почему вы нихрена не сделаете на тех локациях которые есть вы не реанимируйте героев вы не переделаете что-то вы не пофиксите баги которые есть но вот я этого не могу понять штампуют просто тупо нам новые локации которые по сути ну вот посмотрим гильдийский босс я не знаю я не помню когда я был последний раз флаги не помню когда битва гильдий не интересно атака фортов то же самое не интересное для большинства и добавляет час новый режим ну не знаю кулдаун две недели это такое да раз две недели там пофаница можно будет общая локация для фана все дела но вы сами должны прекрасно понимать что однозначно там будет ориентация на донат как и вся битва замков поэтому для без доната что-то там мегавау ожидать я не думаю что стоит надо будет опять же активные игроки которых сейчас нету практически потому что все забили френ с игры и валят в общем такое вот у меня мнение по поводу новой локации пишите комменты ставьте лайки будем ждать с нетерпением этой локации не знаю обновление конечно нормальная спокойная без ничего лишнего но не интересное все всем удачи всем пока